всем привет уважаемые зрители моего канала а также гости кто зашли что-то поглазеть в интернете как это мы любим все делать наверное за последнего в последнее время последние так сказать года с развитием ютуба и всего остального также я вот показываю какие-то видео сегодня у меня есть хороший повод чтобы рассказать вот об этом блоке управления этот блок управление так сказать благодаря одному из заказчиков этот блок управления был рожден потому что заказчик спрашивал блок управления в котором есть все все мыслимые и и немыслимые настройки так сказать чем же он примечателен в первую очередь это тем что у него есть и И суточные часы, чтобы поставить температуру для ночи и для дня отдельно, во-первых. Во-вторых, у него есть сенсорный экран, как многие любят. Мы же все привыкли к сенсорным экранам. Это не последняя такая мода, так сказать, любых гаджетов. Так вот здесь нет никаких кнопок. Здесь просто есть сенсорный экран, куда нужно кликать либо пальцем, либо вот таким стилусом. Ну, стилусом намного удобнее. Вот. Второе, там есть таймер, что очень довольно-таки интересная, так сказать, как это объяснить, функция, которая позволяет отсрочить отключение котла или колорифера на определенный срок. Оно задается в часах. Это удобно тем, что вы, например, поставили 4 часа. Через 4 часа он автоматически выключится. У вас вода в вашем помещении или в вашей бочке остынет не настолько сильно к утру, как это, если бы было бы, если бы он отключился, если бы вы его отключили перед уходом. Данная функция довольно-таки нужная. Я сам тоже способствовал ее появлению. Спасибо электрику, который ее сделал. Вот. Еще одним из важных составляющих данного блока управления является наличие GSM-модуля. Что такое GSM-модуль? GSM-модуль здесь простой, без управления по телефону. Просто, если произойдет аварийное отключение подачи масла, у вас просто SIM-карта, которая внутри, она, увидев аварийное отключение масла, пошлет SMS-ку на тот номер телефона, который указан внутри в контроллере, ну, то есть указан в программе. Для чего это нужно? Ну, нужно для того, чтобы контролировать процесс горения, то есть котла или колорефер, который находится не рядом. Как это происходит? Например, вы запустили котел, он работает, сами куда-то отъехали. Если у вас попала вода в котел, он потух, температура у нас начинает снижаться и падает на определенное количество градусов. Вот эти количество градусов вы сами задаете в определенной специальной настройке, которая называется от затухания. Она еще может называться по-другому, но от затухания более-менее понятно, наверное. Дело в том, что там вы, например, назначили 10 градусов, к примеру, 10 градусов. Это значит, что если у вас температура теплоносителя стоит 60 градусов, а в этой настройке задана от затухания 10 градусов, 60 минус 10. Когда у нас датчик температурный почувствует на своем кончике минус 10 градусов от заданной, контроллер поймет, что котел или колорефер потух и автоматически отключит подачу масла. Это очень удобно, очень правильно. Также отключится подача масла, если нет связи с этим датчиком, это авария номер 3. И авария номер 1, если будет перегрев. Для всех этих вещей есть настройка в блоке управления. Я не буду говорить, как они называются, это излишне. Я просто говорю вам общие моменты, что здесь и для чего. Сейчас я покажу, как внутри обустроена менюшка этого удивительного, так сказать, девайса. Но на самом деле он не настолько удивительный. Конечно, наши смартфоны намного умнее. Но тем не менее, для котла на отработанном масле, я считаю, это очень хороший прорыв, так сказать. Назовем так. Здесь есть все, что нужно. И таймер, и суточные часы, и GSM-оповещение, и сенсорный экран. Это тот случай, когда мы называем, пусть будет, 4 в 1. Вот, 4 в 1. Я ему также нарисовал такие красивые буковки на его верхней крышке, чтобы это было сразу понятно, что это блок непростой. Давайте поближе познакомимся с менюшкой данного блока. Итак, что же внутри настроек данного блока управления? В первую очередь, хотел показать верхнюю часть. Данный блок управления будет отличаться вот такими буковками на верхней части корпуса данного блока. Ну, а здесь у нас при включении основного тумблера питания выходит вот такое меню. Чем оно примечательно? Давайте посмотрим. В первую очередь, здесь отображается текущая температура. Температура, которая у нас на датчике, вот на этом. Смотрите, я сейчас буду греть его пальцами, и у нас температура начнет расти. Вот, она пошла расти, уже 21-22. Вот. Теперь давайте посмотрим далее. Далее, что у нас тут? Первый режим при включении, это так называемый режим, просто режим ожидания. Мы нажимаем кнопку старт, и у нас происходит переход в режим, автоматический режим. Во время автоматического режима у нас наш контроллер смотрит, сколько температуры у нас текущая и сколько заданная. Днем задано 50, а текущая 21, значит надо нагревать. Соответственно, масло и воздух у нас подаются, которые называются значением нагрев. То есть масло нагревается, масло создает нагрев теплоносителя, а воздух подается максимальным. Также следующий у нас режим, который мы можем поставить, это у нас продувка. То есть режим стоп масла. Масло останавливается, воздух подается в режиме фитиля. Этот режим нужен для того, чтобы остановить котел. Вот режим продувка. Продувка будет длиться ровно 20 минут, потом автоматически отключится. Снова нажимаем старт. Снова заходим в режим автоматического поддержания заданной температуры. Давайте покажу, что у нас в настройках. Нажимаем настройки, заходим вот в такое очень довольно-таки обширное меню. Первая у нас температура, которую мы устанавливаем для дня. День у нас начинается, например, с 6 утра, но вы захотите его начать, например, с 9 утра. Пусть будет с 9. Температура для дня мы поставим, допустим, пусть будет 55. Нажимаем ОК. Все, мы задали дневную температуру. Теперь ночную температуру. Нажимаем на ночную температуру. Выставляем необходимую температуру, а также выставляем время, с какого времени у нас начинается ночная температура. Давайте поставим ее с 9 вечера Ок Дальше, температура максимальная Чтобы наш котел не закипел При непонятных каких-то случаях Если подача масла была великая Что-то неправильно было включено Или что-то пошло не так У нас ограничится Не ограничится, выключится автоматически подача масла Если на датчике Температура превысит вот это значение То есть наберет вот это значение Мы можем его также менять Давайте оставим 85, как я обычно ставлю Далее, пламя Пламя у нас это для специального датчика Который называется датчик пламени В данном контроллере я его не поставил Это у нас экспериментальные Так сказать Функции, которые пока еще не реализованы К сожалению из-за того, что датчик пламени Невозможно разместить в котле Защитив его от чрезмерной температуры А также небольшой копоти Который все равно там присутствует Он стоит 0 Дальше, дельта Дельта это у нас гистерезис Гистерезис это то значение, на которое температура должна падать Когда он наберет заданную То есть заданная у нас, к примеру, 50 А дельта у нас 2 Значит набрав 55 градусов Он будет остужать температуру до 53 градусов 55 минус 2 будет 53 При 53 градусов снова включится на подачу масла Нагрев 35% И будет набирать заданную температуру Которой является 55 Когда он наберет 55 Переключится на подачу масла Фитиль и будет ждать, когда температура упадет на 2 градуса Которая задана в гистерезисе или дельта Воздух подачи для фитиля и для нагрева Эти не так важные параметры Обычно я их практически никогда не трогаю Для фитиля воздух у меня обычно стоит в районе от 80 до 90 При максимальной подаче масла, то есть на нагреве, где-то около 100 Думаю это понятно, никому ничего сложного нет Теперь давайте дельта отключения подачи масла Это у нас как раз от затухания называется Я ставлю 10 градусов Если у нас вместо 55 температуры После первого набора вот этой температуры Температура упадет на 10 градусов Контроллер поймет, что котел у нас потух И автоматически выключит подачу масла Далее из настроек, что у нас есть Здесь суточные часы Мы устанавливаем суточные часы Так, сейчас Как они выставляются Сейчас А вот в этом менюшке мы нажимаем на вот это меню И выставляем необходимые часы Дальше снова входим в настройки В настройках мы задаем номер телефона Как мы помним, мой номер телефона Плюс семь Девятьсот двадцать семь Потом идет тридцать четыре Восемьдесят один Шестьсот девяносто Ой, так я неправильно вот это вот забил Шестьсот пятьдесят Так, надо по новой А вообще-то, смотрите, здесь уже забиты Я до этого писал Он забился, он остался Не буду время терять, забивать по новой По таймеру у нас Вот эта вот настройка Здесь мы можем включить время Когда необходимо, чтобы котел отключился автоматически Но я здесь ничего ставить не буду Потому что мне это не надо Вот Я думаю, по менюшке все понятно Алгоритм работы котла Как работает котел У меня также есть в моем Ютуб-канале Видео очень Ну, очень Такое подробное Поэтому, думаю, этого вот вам всего будет понятно А теперь давайте посмотрим Как происходит оповещение СМСкой на телефон При включении аварии Возьмем в руки наш датчик Который будет находиться на котле На его рубашке А также мой телефон Также я буду использовать Вот этот вот нагревательный прибор Называемым строительным феном Включив его Мы сейчас поднимем температуру До той температуры Которая у нас называется дневная 55 градусов Заданная для дня Температура у нас начала расти Вот она набрала Заданную температуру 75 градусов Теперь температура будет падать Смотрим Он автоматически переключился На маленькую подачу масла И маленькую подачу воздуха Теперь температура начнет падать И мы посмотрим Как у нас придет СМС на мой телефон Вот с этого блока управления С GSM модулем Давайте остудим наш датчик На 10 градусов ниже Которые заданы у нас В специальной настройке От затухания Сейчас мы его вот так остужаем Давайте вот так вот Немножко помашу с ним Температура падает Вот произошло отключение Слушаем СМС Вот пришла СМС Нажимаю включить Открываем СМС Смотрим Что что пришло сейчас 14.54 Вот время Вот это время Только что пришла СМС Вот Стоп аларм То есть произошло отключение Котла По аварии Температура понизилась Ниже уровня остывания Ситуация затухания Пламени Котел выключен Все понятно Вот так мы снимаем Нашу настройку И соответственно Удаленно мы видим Что с котлом Произошло отключение Я думаю все понятно Тут ничего такого сложного нету Вот таким вот Нехитрым способом С помощью Нового блока управления Своего телефона Я вам показал работу GSM модуля Данного Блока управления Думаю показал Понятный Рассказал Вопросов не должно возникать В принципе ничего сложного Все то же самое Просто нужно тыкать Где что непонятно Смотреть как настраивается И уже логически Легко въехать Что для чего Данные блоки имеют Три аварии Первая авария При При перегреве Теплоносителя Вторая авария При падении температуры На определенное количество градусов И третья авария Если нету связи Вот с этим датчиком Ничего сложного нету Всего лишь Три аварии Можно и так запомнить Ну а вас друзья Я должен Поздравить С наступающим праздником Скоро Новый год Желаю всем здоровья Счастья Мирного неба Над головой Всем нам Всем Всем На На этой планете Так сказать Чтобы Было все Хорошо Не болеть Здоровья Счастья Удачи Еще раз Увидимся Встретимся На В интернете Помимо этого Хотел сказать Хочу сделать Маленькую Небольшую Печь Гаражную Часто спрашивают Все таки Мои Колориферы Довольно таки Недешевые Было желание Сделать что то Маленькое Компактное И более Для широкого Потребителя Так сказать Поэтому Смотрите Мои видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Буду рад Соответственно Кто подпишется Тот увидит То что мы Сделаем Алла Берса Живы здоровы Будем после нового года Так что Всем здоровья Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok